Друзья мои, привет! Вы на канале Анны Галич, и сегодня будет очень интересное видео из рубрики Так нельзя! Чувствую необходимость его назрела, потому что очень много комментариев по поводу глазури для кейкопсов и эскимо. Мы с вами разберем, какой шоколад использовать, какую посуду, текучесть шоколада, а также хранение самой глазури. Еще разберем частые проблемы, которые возникают у моих комментаторов, и спасибо, что оставляете ваши вопросы под видео. Они очень помогают определиться с тематикой роликов. Первое, с чем нужно определиться, что глазурь для кейкопсов это не равно глазурь кондитерская. То есть вот та кондитерская глазурь, которую вы можете купить в магазинах, это продукт на основе не какао масла, как шоколад, а пальмового масла. Я не считаю этот продукт съедобным. Преимущество у такой кондитерской глазури только одно, это стоимость. Например, на оптовой базе килограмм шоколада может стоить, если в рублях, это порядка 450-500 рублей, а если это пальмовое масло, да, глазурь на пальмовом масле, то это 100-150, ну, 180 рублей. То есть в 2-3 раза дешевле. Собственно, поэтому большинство поточного производства используют именно кондитерскую глазурь. Поэтому, когда вы видите в моих рецептах, что окунаем в глазурь для кейкопсов, это имеется в виду, что окунаем в глазурь из настоящего шоколада и подсолнечного масла. Рецепт этой глазури я пишу под каждым своим мастер-классом по эскимошкам, поэтому, пожалуйста, не путайте этот момент. Итак, глазурь на пальмовом масле, а точнее кондитерскую глазурь, я в своих работах не использую. Единственный вариант, когда она необходима, это супер белые эскимошки или кейкопсы. Потому что какао-масло и белый шоколад, он имеет очень выраженный желтый оттенок. А при некоторых дизайнах, например, часто на свадебных кандибарах, необходим именно четкий белый оттенок. Вот тогда можно взять кондитерскую глазурь в угоду искусству. Но в других случаях я предпочитаю работать даже не белым шоколадом, потому что у него помимо желтого оттенка есть еще следующий недостаток. Это то, что эскимошка должна быть либо тоже белой, либо близкой к белому цвету. Иначе шоколадный цвет, какие-то топпинги в эскимошках будут проглядывать, просвечивать через вот эту глазурь. И придется наносить очень толстый слой. А шоколад все-таки дорогой продукт и себестоимость значительно вырастает. Поэтому я стараюсь всячески избегать белой глазури на шоколадных кейкопсах. Если вам нужна цветная глазурь, то вы просто берете белый шоколад и добавляете туда пищевой краситель для шоколада. Не важно, будет он в порошке или в жидком состоянии. Вот именно для шоколада. И еще один момент. Даже если вы сюда добавите большое количество диоксида титана, идеально белого оттенка вы все равно не получите. Поэтому, если заказали у вас белые эскимошки, понимайте, что это будет кондитерская глазурь. Большинство вопросов под моими видео о том, Анна, вы что, обычную плитку используете? Да, обычная плитка. Профессиональный шоколад в капельках удобно использовать, но основное его преимущество было когда-то. Это низкая стоимость. То есть, если в магазине, допустим, брать плитки по 100 грамм, и это выходило по акциям, допустим, 500 рублей за килограмм нормального шоколада, имеется ввиду без пальмового масла. Так вот, на оптовке можно было брать в районе до 400 рублей за килограмм. И тогда имела смысл покупка профессионального шоколада. Сейчас же, когда стоимость профессионального шоколада от 550 рублей за килограмм в России, какой смысл, если можно отличный шоколад купить в магазине? Единственное, что вы не сможете понять его текучесть. Когда покупаете плитку в магазине, смотрите внимательно, чтобы там не было написано аналог какао-масла. В России производители уже давно начали хитрить и не писать, что это пальмовое масло. Они пишут аналог какао-масла, но подразумевается, что это именно пальмовое масло. То есть, это не шоколад, это кондитерская глазурь. И ее не советую использовать. Помимо того, что это не очень съедобно, у него есть еще ряд недостатков для глазировки из кемошек и кейк-попсов, о которых я чуть позже расскажу в разделе трещины. Итак, тут должно быть только какао-масло. Вот везде, где есть какао-масло, значит это шоколад. Если есть какие-то дополнительные добавки, это уже не шоколад, это кондитерская глазурь. С составом разобрались. На магазинном шоколаде, к сожалению, не пишут его текучесть, и это будет для вас сюрпризом. Но позже я расскажу, как ее можно под себя адаптировать. Показатель текучести очень важен для нас, потому что от него очень зависит толщина глазури и, соответственно, себестоимость из кемошек или кейк-попсов. Глазурь из какого шоколада люблю я использовать? Предпочитаю брать молочный шоколад и добавлять туда примерно одну треть темного. Такая глазурь очень вкусная. А еще на такой шоколадной глазури смотрится выигрышно практически любой декор. То есть это нейтральный фон, который можно очень хорошо обыграть под любую тематику вашего праздника, кандибара, или просто поставить в витрину, и будет очень выигрышно смотреться, в отличие от белого шоколада. Надеюсь, я ответила на вопрос, какой шоколад использовать, и глазурь для кейк-попсов не равно кондитерской глазурь на пальмовом масле. Теперь давайте разберемся с посудой. Шоколадом вообще мы работаем в пластике. И на кухне профессиональной ни в коем случае нельзя использовать стекло, фарфор и так далее по причине возможных сколов. Но так как я сейчас готовлю дома для своих детей, я использую вот такой керамический стакан и обнаружила преимущество в работе с ним для глазировки кейк-попсов. Этот стакан долго сохраняет тепло. Соответственно, мне не нужно часто ходить и подогревать глазурью кейк-попсов, потому что от холодных эскимошек и кейк-попсов она, глазурь, остывает. И стаканчик ее немножко подогревает. Вот такой вот плюс. Но повторюсь, если вы готовите на заказ, то ваш вариант только пластик. Берите посуду максимально узкую. Глубокую тоже нет смысла брать, потому что вам рукой будет тяжело туда залазить. Вот обычный маленький 250 граммовый стаканчик. На работе у меня были такие детские кружечки с ручкой. С ручкой гораздо удобнее и благодаря чему мне не приходилось много глазури сюда наливать. Ее в процессе работы, если вы готовите много эскимошек, придется постоянно добавлять и также прогревать. Об этом я чуть-чуть позже скажу. Итак, я беру шоколад. Покупаю его, кстати, по акции. Вот когда вижу, тогда я беру. Например, вот эти 100 грамм шоколада мне вышли за 45 евроцентов. То есть это килограмм шоколада стоил 4,5 евро. Это очень-очень дешево за классный качественный шоколад. Все 200 грамм, которые у вас указаны в рецепте, его вы найдете в описании под этим видео. Все 200 грамм сюда не вместятся, поэтому сначала топим вот этот шоколад, а потом потихонечку добавляем оставшиеся. Растительное масло, которое указано в рецепте, вы можете добавить как сейчас, так и позже, в конце. Это абсолютно не имеет никакого значения. Ставим весы на 0 и на 200 грамм у нас идет 10 грамм растительного масла. Имеется ввиду подсолнечное либо кукурузное рафинированное без запаха. Это очень важно. Но эти 10 грамм условные, потому что если текучесть шоколада у вас маленькая, либо тут много темного шоколада, то есть шоколад более жесткий, либо у вас вообще тут глазурь на пальмовом масле, которая сама по себе очень жесткая, вам нужно растительного масла количество увеличить, вплоть до может быть 20-25 грамм на 200 грамм шоколада. Почему? Благодаря растительному маслу вам не нужно темперировать шоколад. Вот этот шоколад в плитках, он такой красивый, гладкий, хрустящий, потому что его на заводе темперировали. То же самое происходит с шоколадом в капельках, которые вы покупаете в профессиональных упаковках. Они изначально темперированы. Если вы купили шоколад, он такой седой, не переживайте, это не испорченный шоколад. Это значит, что просто на полке на него светило солнышко, благодаря чему он растопился, а обратно его никто не темперировал. Молекулы разбежались сначала, а потом взяли, слиплись такие грубки. И вы это видите, как посидение на шоколаде. То есть это не плесень никакая. Нормальный шоколад, берете его, темперируете и все становится хорошо. Но в кейк-попсах и эскимошках нет такой необходимости темперировать шоколад. То есть вы можете про эти сложности забыть всего лишь благодаря добавлению растительного масла. То есть это первая сложность, с которой мы справляемся благодаря растительному маслу. Это отсутствие необходимости темперировать. И второе, это трещины. Дело в том, что шоколад и тем более кондитерская глазурь могут быть очень жесткими. То есть вот так же слышали, как хрустит, вот так же будет темперированный шоколад хрустеть. А эскимошка-то у вас нежная внутри. Так вот, я люблю добавлять растительное масло по двум причинам. Первое, потому что я полностью избавляюсь от трещин. То есть чем больше растительного масла, тем более жидкая, мягкая у вас глазурь. Но если вы его переборщите, то она будет липнуть, пачкать вам упаковку. И это тоже нежелательно. Поэтому подбирайте по ситуации. Налейте сначала 10 грамм на 200 грамм шоколада, потом посмотрите, если глазурь слишком жидкая и вас это не устраивает, то со следующими эскимошками увеличивайте количество растительного масла. Но, повторюсь, это нужно подбирать под каждый конкретный шоколад. Нет такого единого рецепта, который вас спасет от всех проблем. Так что вот и вторая проблема, это трещины на эскимошках. И их мы тоже решаем благодаря растительному маслу. Итак, этот стаканчик я сейчас отправлю в микроволновку на 30 секунд на максимальной мощности. Кстати, как раз вовремя вспомнила об еще одной проблеме, которая может у вас возникнуть. Они не спрашивали в комментариях, но она может возникнуть у вас. Это шоколад, который невозможно растопить. Такое бывает, если он у вас лежал незакрытым. Шоколад всегда плотно упаковываете от доступа воздуха. Почему? Дело в том, что влага, которая содержится в окружающем воздухе, впитываясь в шоколад, меняет его физические свойства, в результате чего он даже может не растапливаться. Может быть у кого-то такое было, пишите в комментариях. Это не то, чтобы частая проблема, но она бывает. То есть вы топите, по идее тут уже каких-нибудь 40 градусов, а он все еще такой густой и как липкая такая ужасная масса. Этот процесс, он обратимый. То есть если вы поставите этот же шоколад, вот этот странный, который не растапливается, влажный, напитавшийся влаги из воздуха. Так вот, если вы поставите его в сухое помещение, в какую-нибудь сухую кладовку, откроете, он испарит влагу и снова сможет быть нормальным шоколадом. Но в целом, знаете, что с шоколадом и влажных помещениях мы не работаем. Или если работаем, то делаем это очень быстро. А потом плотно закрываем его, чтобы ни капельки влаги, никакого воздуха туда не попадало. Вернемся к растапливанию шоколада. Через 30 секунд у вас могло ничего не произойти. Видите, жидкость, которая здесь есть, это растительное масло. Какие-то единичные шоколадки подтопились, но это из-за того, что микроволновка бьет точечно в цель. Поэтому обязательно перемешиваем, чтобы у нас шоколад не пригорел вот как раз в том месте, куда бьет микроволновка, а начинал топиться новый шоколад. После перемешивания снова ставлю на 30 секунд в микроволновку на максимальную мощность. Через еще 30 секунд я вижу, что шоколад уже стал жидкий. И в этот момент нужно теперь в микроволновке его держать не по 30 секунд, а по 10-15 секунд. Это важно, чтобы не перегреть его, и он не испортился. К слову, нагрев шоколада до температуры 60 градусов Цельсия не несет за собой никаких негативных последствий для шоколада. Просто вам придется ждать, пока он остынет до 40. То есть в этом нет никакой проблемы. Вы же перегревать, естественно, нельзя. Поэтому мы его обычно разогреваем до 40-45. Глазурь же можно разогревать до 40, потому что нам не нужно ее темперировать, мы просто нагрели до рабочего состояния и работаем. Теперь давайте вернемся к посуде и к количеству в ней шоколада. Напоминаю, что здесь у меня только 100 грамм. Но если у вас стакан очень маленький и узкий, все 200 грамм туда не отправляйте. Потому что когда вы будете добавлять эскимошку, у вас количество глазури, точнее вот этого шоколада для эскимошек, она вырастет и может политься из стакана. Но пару раз выльется и будете в следующий раз уже добавлять сколько нужно. Это примерно на 2-3 сантиметра ниже, чем границы стакана. Итак, объем у меня уменьшился. Добавляю оставшийся шоколад. И грею в микроволновке теперь уже по 10 секунд. И после каждых 10 секунд перемешиваю. Кто делает много эскимошек, у меня был сначала такой соблазн взять большую емкость, думаю, сейчас как нафига, что оптимизирую процессы. Я любитель все ускорить, оптимизировать. Так вот, не нужно этим заниматься. Самая удобная емкость это маленький стакан. Потому что его можно очень быстро прогреть в микроволновке, размешать новую глазурь. И это очень-очень удобно в работе. Итак, перемешала и снова отправляю на 10 секунд. Для тех, у кого нет под рукой пирометра, как у меня сейчас, расскажу способ, как измерить температуру глазури для кейк-попсов и эскимо без пирометра. Я прогрела шоколад в течение 10 секунд. И если на остаточном тепле вот эти все капельки растопятся, значит температура шоколада примерно 38 градусов. Это значит, что мне достаточно еще на 5-10 секунд отправить шоколад в микроволновку, и его температура достигнет 40 градусов. Ну, плюс-минус 1 градус. То есть 39-41. Я вижу, что растворение шоколадок у меня не происходит. То есть температура здесь ниже, чем 38. И еще раз отправляю на 10 секунд в микроволновку. Снова перемешиваю. И вижу, что шоколад растопился. В пластиковом стакане вы можете ощущать легкое тепло. Температура поверхности ваших рук, в зависимости от состояния здоровья и индивидуальных особенностей организма, обычно там в районе 30-35 градусов, то есть холоднее, чем в центре тела. Если шоколад у нас равен температуре где-то 30, то вы это никак не ощущаете. Если 40, вы ощущаете легкое тепло. Если он уже выше, то это прям очень горячий стакан. То есть 60 градусов ощущается нашим телом, как очень что-то горячее. И вы этот момент точно не пропустите. Поэтому не переживайте, что перегрейте шоколад. Ну и плюс вот этот вот способ, когда осталось немного капелек, они никак не растворяются на 10 минут в микроволновку. Пока готовите эскимошки, температура может упасть. Поэтому перед тем, как достать их из морозилки, можете еще раз на 10 секунд отправить шоколад в микроволновку. И снова обязательно перемешать. После каждого прогрева обязательно перемешиваем, чтобы уравнять температуру. Надеюсь, по посуде все понятно. То есть желательно пластик, узкий стакан. Наполняем примерно на 2 сантиметра ниже края стакана. И температура примерно 40 градусов. Теперь мы плавно переходим к понятию текучесть. Зависит текучесть от трех факторов. Первый это температура. Чем холоднее глазурь, тем более толстый слой на эскимошках у вас будет. Это недостаток с точки зрения всевостоимости, да и вкуса тоже. Поэтому я предпочитаю делать очень тонкий слой глазури. И именно поэтому прогреваю глазурь до 40 и даже иногда 42 градусов Цельсия. Также текучесть зависит от самого шоколада. И тут мы возвращаемся к нашему первому пункту. Бывает шоколад на 2 капельки. Это не текучий шоколад. И покупая его в магазине, вы не знаете, какая у вас там текучесть. Все это нужно будет проверять тестово. Если у вас температура глазури нормальная, к слову, нагревать ее до 60 не надо, иначе эскимошка будет сама растапливаться. И это плохо. Поэтому здесь с температурой сильно не играйте. 40, оптимальная температура. Ну максимум 42-43 градуса. Повторюсь, иначе эскимошки и гиппопсы будут просто таять от горячего шоколада. Так вот, если у вас текучесть вот такая маленькая, 2 капельки, то вы можете добавить растительное масло. То есть 3 это состав. И от него во многом зависит текучесть. Когда вы добавляете растительное масло, то, что мы делали в самом начале, текучесть увеличивается. То есть слой шоколада у вас будет гораздо тоньше. Но до бесконечности повышать количество растительного масла нельзя. Иначе глазурь будет очень липкая и плохая. Оптимальный, конечно, этот шоколад на 3 капли. Им очень удобно работать. Так вот, что же делать, если вы температуру уже повысили, допустим, до каких-нибудь 43 градусов, выше нельзя. Растительного масла нафигачили уже не 10 грамм, а, допустим, все 25 грамм на 200 грамм шоколада. И у вас уже липкая глазурь, горячая глазурь, а количество глазури на эскимошке все еще не 10 грамм, а все 20 грамм. То есть вам явно нужно увеличивать текучесть шоколада. Вы это можете сделать при помощи какао-масла. Но если вы любитель, то покупать этот дорогой продукт ради 10 грамм не нужно. Ничего страшного, пусть у вас будет толстый слой глазури на эскимошках. Но если вы готовите их по 20, 30 или 200 штук в день, то вот эти 20 грамм вам дают очень большую степестойность. То есть, например, вместо 5 рублей на одну эскимошку у вас уходит 10 рублей. Представьте, умножим на 200 штук, и получится, что мы прогадываем одну тысячу рублей в день просто на том, что не добавили каких-нибудь жалких 10 грамм какао-масла на 200 грамм шоколада. То есть, сам продукт дорогой, но за счет того, что нам нужно совсем чуть-чуть, текучесть шоколада в результате увеличивается и, соответственно, у вас вместо 10 рублей на эскимошку уходит 5 рублей. То есть, глазури становится меньше. Раз уж мы коснулись толщины слоя глазури на эскимошке или кик-опсе, давайте еще пройдем такой момент, что это может зависеть от температуры самой эскимошки. Например, если эскимошка у вас сильно холодная, то, соответственно, схватывать шоколад она будет быстрее и слой будет толще. Если эскимошка теплая, ну, то есть, менее холодная, чем эта, например, если у вас в морозилке 40 градусов Цельсия, очевидно, что слой глазури будет толще. Если у вас в морозилке температура 18 градусов Цельсия, то слой глазури будет тоньше, потому что она будет чуть медленнее схватываться. Толстый слой мы с вами разобрали. И давайте сейчас коснемся конденсата, потому что эта тема тоже касается процессов заморозки эскимошек и кейкпопсов. Дело в том, что физическое явление, точка росы, очень связано с двумя показателями. Это температура самого предмета и температура окружающего пространства. Если вы взяли очень холодный предмет и поместили его в закрытую какую-то коробку, там мало воздуха, и даже если влажность высокая, вся эта влажность притянется к холодному предмету и осядет на нем капельками. Так вот, этих капелек будет гораздо меньше, чем если вы этот маленький предмет поместите в большую комнату с высокой температурой и высокой влажностью. Соответственно, капелек здесь будет очень дофига. Поэтому ваша задача при работе с эскимошками это увеличить температуру самого изделия, то есть, чтобы он был заморожен не при температуре, например, 40 градусов, а, например, при температуре 17 градусов Цельсия. Или вообще перед глазировкой уменьшить температуру в морозилке, если у вас это позволяет до каких-нибудь там 10-13 градусов Цельсия. Или замораживать их не так долго, то есть перед этим держать их в морозилке не, допустим, 5-7 часов, а только 3 часа, благодаря чему у вас и слой будет тоньше, но работа замедлится, поэтому вот этот способ я не очень люблю. Никогда не делайте так, что они у вас замораживались, допустим, при 40 градусах Цельсия, потом вы их убрали в холодильник. Нет, нужна все-таки холодная поверхность, да, чтобы глазурь схватилась, чтобы у вас была красивая поверхность без проплешин. То есть нам нужен холодный предмет, но не настолько холодный, чтобы вся влага всей вселенной хотела к ней притянуться. Также мы можем работать не только с температурой самого предмета, но и с температурой в помещении. Для глазировки эскимошек, чем ниже температура в помещении, в которой вы их глазируете, тем лучше. Например, если у вас плюс 30 градусов Цельсия, и вы живете где-нибудь на побережье, где очень высокая относительная влажность воздуха, там, я не знаю, под 100%, например, то понятно, что у вас все будет мокрое. А если же вы работаете в сухом цеху, кстати, уменьшает влажность, значительно уменьшает влажность, это кондиционер. Причем даже на холодном обдуве, когда он, влажность становится ощутимее меньше. То есть температуру заодно понижаете и от излишней влажности избавляетесь. Вот если у вас влажность воздуха 60-70% относительная, да, и, например, температура в помещении там 16-20 градусов Цельсия, и сама эскимошка, она не из минус 40, а, допустим, из минус 16-18 градусов Цельсия, то у вас достаточно времени, чтобы быстро покрыть глазурью эскимошки. Я обычно работаю с партией из 8-12 штук. То есть достала из морозилки, быстро их покрыла, как раз вот этого количества должно хватить. И упаковываю в герметичные контейнеры. И сразу убираю в холодильник на 1 час. Был вопрос по хранению. Кстати, спасибо за ваш вопрос, очень интересный. Так вот, по хранению эскимошек. 5-7 часов у вас эскимошка в форме побыла в морозилке. Вы их достаете и в пакеты, чтобы исключить доступ воздуха, потому что в морозилке они тоже могут покрываться и конденсатом, и происходить обратное, то есть вымерзание влаги. И это, естественно, все нежелательно как для вкуса, так и для технологических процессов. Упаковали в пакет и в контейнер, просто чтобы не бились и чтобы удобно было доставать, где какие у вас по вкусу эскимошки хранятся. И они у вас могут там храниться до 3 месяцев в морозилке. Ну, в зависимости от рецепта, да, от продуктов, которые входят в состав. Если это шоколад плюс сливочное масло, плюс бисквит масляный, то это до 3 месяцев смело. Ну, лучше, конечно, морозилку столько не занимать. Это невыгодно. У меня больше недели эскимошки не задерживались. Их очень удобно готовить, потому что наморозил. И просто понимаешь, сколько у тебя в витрине уже осталось. Например, видишь, что там 10 эскимошек осталось. Быстренько раз сделал, через минут 30 их уже можно продавать. После глазировки упаковали их в контейнеры прозрачные. Аккуратненько положили, уже с посыпками или без посыпок. И для разморозки в холодильник. Там уже не такая высокая температура. Особенно, если холодильник какой-нибудь не текучий, не влажный, но у фрост, то у вас, соответственно, конденсата не будет. Или будет, но совсем небольшое количество. Если покрываете мастичным декором или декором из глазури, то дождитесь обязательно полной разморозки эскимошек, потому что иначе у вас декор может потечь. Способ, когда вы покрываете глазурью совсем прям теплой эскимошки, он не очень хорош тем, что у вас вот тут будет лужа из глазури, и она будет очень долго схватываться. Вот тут покрытие будет не очень красивое. И это реально очень долго. Ну, для любителей можно. Так что все-таки 18 градусов в морозилке перед глазурью это нормально. Давайте теперь перейдем к параметру неровностям. И они могут возникнуть по нескольким причинам. Первая причина – это комочки в самой глазури. Так вот, они возникают, когда... Давайте заодно разберем хранение глазури. Вот у меня глазурь прошлых эскимошек. И на работе у меня вот этот стакан больше недели не задерживался. То есть я все-таки не постоянно добавляю в старую, новую, а постепенно от нее избавляюсь. Как это сделать? Удобно, чтобы не делать перерасход шоколада. Это, например, окунать туда в конце уже кикпопсы. И там остается совсем небольшое количество, которое вы впоследствии можете на какой-нибудь бисквит использовать или съесть. Но не на работе, да? Съедать продукт вашего работодателя – это неправильно. Хранится она после застывания просто в пакете. Помним, да, что влага нежелательна для шоколада. Так вот, для этой глазури то же самое. Вы ее упаковываете герметично в пакете и храните просто при комнатной температуре. Не бойтесь, что там могли попасть остатки эскимошек. Они туда физически не могут попасть, потому что глазурь на них, на замороженных, сразу схватывается, и туда никакой питательной среды не попадает. Вот эта глазурь, если неправильно хранилась во влажном помещении, у нее иногда возникают какие-то комочки. И вы в таком случае можете избавиться от них прорив погружным блендером. Но если количество глазури такое маленькое, то этот способ вам не подходит. И вторая причина, неровность поверхности, это когда вы эскимошку в форму силиконовую плохо утрамбовали. То есть вот тут будут такие, как дырочки, ямочки, трещинки. И, соответственно, глазурь, когда будет покрывать, она хорошо будет все облегать и показывать вам эти дырочки, ямочки и трещинки. Иногда от этого спасает толстый слой глазури, но, повторюсь, для себестоимости это очень нежелательно. Поэтому хорошо утрамбовывайте пирожные эскимомы в формы, либо качественно крутите кейк-попсы, чтобы они были гладенькие и хорошие. И еще одна проблема. Это уже не из комментариев. Это мои студенты сочных курсов. У них очень частая проблема. Это течет жидкость с кейк-попсов и эскимошек, и они падают с палочки. Эта проблема вытекает из самой массы. Она не относится ни к глазуре, хотя визуально выглядит, что глазурь потекла. Нет, потекла сама эскимошка или кейк-попс. Это из-за того, что она у вас влажная. То есть у вас там просто много жидкости, поэтому делайте такие немножко как бы сухие эскимошки. И на моем канале собрано уже очень много рецептов. Они все идеально выверены. С них ничего не потечет. Ну и глазурь, естественно, должна быть мягкой. Потому что вот эти вот трещины, потеки, в том числе с этим связаны. Жесткая глазурь трескается, либо у палочки, либо еще где-то, и из нее подтекает влага. Уже после съемки видео вспомнила еще одну проблему, которую я в своей работе, естественно, не допускаю. Мои студенты тоже. Но которая может у вас возникнуть. Если у вас на эскимошках изморозь, либо в морозилке, либо вы просто очень долго подготавливали глазурь, например, достали уже эскимошки, они там стоят у вас, конденсатом покрываются, а вы пока разогреваете глазурь. Так делать нельзя. Если по какой-то причине вы увидели, что на эскимошках появляется изморозь, то от нее нужно избавиться, ее нужно быстро счистить, а в будущем не допускать. Просто упаковывайте их качественных пакеты и быстро окунайте в глазурь после того, как достали из заморозки. И не будет никаких у вас подтеков. Это тоже бывает причина, по которой под глазурью что-то течет. У меня на канале есть видео по муссовым тортам, мы эту проблему подробно разбирали. То есть нельзя ни в коем случае допускать, чтобы на размороженном десерте появлялся конденсат. Здесь абсолютно то же самое. И падают они тоже, естественно, из-за несбалансированной начинки. К слову, вот муссовое эскимо, кто-то спрашивал недавно в комментариях, а можно ли просто кремовые эскимошки использовать на кандибар? Нет, нельзя. И по микробиологии вам лучше брать начинки, в которых мало крема разного, сливочных, каких-то ценных продуктов. И для надежности, чтобы они не падали с палочки, вам лучше брать шоколад плюс масло плюс бисквит. Все. То есть никаких муссовых, никаких супер-кремовых чизкейков на кандибар и ставить нельзя. Это можно даже в витрину. Я стараюсь никогда не делать излишне мягкие начинки. Как это тестировать? Просто все свои рецепты тестируем на домашних, на детях. Какие-то съедаем замороженные эскимошки, какие-то ждем час, какие-то целый день стоят и смотрим, как она себя ведет с этой палочки, упала ли она, что с глазурью произошло. И вот так вот тестируем, тестируем и смотрим. Можно или нельзя в теплом виде их подавать. А кандибары это все-таки в теплом виде. По-моему, ответила на все вопросы. И давайте с вами глазируем эскимошки. Глазурь уже остыла, поэтому отправляем ее в микроволновку на 10 секунд. Разогрела глазурь до 40 градусов. Если есть пирометр, обязательно после перемешивания щелкните, проверьте. Под рукой у меня посыпки. Да, если я использую их, то это необходимо делать сразу же после окунания эскимошек, пока глазурь не схватилась. Здесь у меня пакет, либо пергамент, либо тефлоновый коврик, который можно использовать вечно. Я достала эскимошки из морозилки и очень быстро покрываю их глазурью, пока они не покрылись конденсатом. Вот поверхность, видите, неровная. Это значит, что глазурь ляжет некрасиво. Окунаю эскимошку, захватываю обязательно палочку и здесь тоже стряхиваю максимально глазурь для того, чтобы слой был тонкий. Себестоимость нам важна. Счищаю излишки с поверхности эскимошки. Пузырь можно зубочисткой. Вот так, уже схватился. Ладно, прикроем каким-нибудь декором. Если использую посыпки, быстренько посыпаю. Если нет, просто укладываю на поверхность, от которой я потом смогу эскимошку отлепить. Пузыри возникают при перемешивании. Избавиться от них можно погружным блендером. Ох, сколько я пузырей нагнала, видимо, когда вам рассказывала. Так. Стряхиваем, счищаем. Вот такое дно у меня получается. Оно меня ни капли не смущает. Вполне себе красивое, аккуратное дно. Укладываю. Если эскимошки у вас теплые, глазурь будет очень долго схватываться, то, соответственно, снизу у вас будут очень некрасивые такие юбочки от шоколада. Подтеки. Это, конечно же, такой не очень приятный дефект. Покрыла эскимошки глазурью. Посыпки, да, повторюсь, если вот надо, сразу сыпем. У меня есть на канале много мастер-классов, как это делать. Ссылки будут в закрепленном комментарии. Заходите, смотрите. Все. Теперь я отправляю их, вот эти, которые уже схватились, в контейнер ферметичный и закрываю и в холодильник. Через час уже можно будет украшать мастичным декором, что я и сделаю. И в следующий понедельник на моем канале будет мастер-класс по украшению этих замечательных эскимошек сахарной мастикой. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно поделитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Это и им может быть интересно, и мне очень поможет в продвижении канала. А еще в закрепленном комментарии вас ждут ссылки на мастер-классы поиски мошка. Субтитры сделал DimaTorzok